Отечественные священники испытывают просто-таки непреодолимое желание возводить свои культовые сооружения на месте парков и прочих зеленых зон. Один из совсем свежих примеров – это событие в московском парке Торфянка, где с лета 2015 года жители микрорайона успешно противостоят незаконному строительству православного храма. С прошлого года в белорусском Витебске местные священники русской православной церкви активно проталкивают идею строительства в областном центре точной копии знаменитого Полоцкого Софийского собора XI века. На данный момент успешно завершились общественные слушания, а сам проект уже давно получил одобрение на самых верхах. А в начале 2016-го еще одна православная стройка наметилась в Солигорске Минской области, вернее даже сразу две стройки, и вновь на парковой территории, что уже в принципе никого не должно удивлять. Приход храма Святой Блаженной Матроны Московской города Солигорско-Слуцкой Епархии Белорусской Православной Церкви задумал возвести в районе санатория Березка деревянный храм, в здании которого по проекту будут расположены молельный зал, рассчитанный на 250 человек, класс приходской воскресной школы и гардероб. Общая площадь застройки составляет 478 квадратных метров. Ситуация действительно любопытная. Непонятно, в каком численном составе собирается некий приход еще не построенного храма и ставит горожан перед фактом. Им, дескать, нужно новое культовое сооружение, в котором они будут усиленно молиться своему божеству и спасать молодежь от наркотиков и бездуховности, а служители культа спокойно вести свой бизнес. Все довольны и счастливы. Да и место для новой духовной стройки церковь, ну или некий гипотетический приход, кому как больше нравится, выбрало практически идеальное, цитирую дословно проект. С востока к объекту примыкает лесопарковая зона, с юга луг и водохранилище, расстояние до берега не менее 140 метров. С севера примыкает лесопарковая зона и далее город Солигорск, с запада располагается санаторий. Помимо всего прочего, проектом предусмотрено создание парковки на 20 машиномест и устройство безбарьерного перемещения физически ослабленных лиц и инвалидов, пользующихся креслами-колясками. С 11 января по 5 февраля 2016 года было намечено проведение так называемых общественных слушаний. Однако в связи с изменением экспозиционных материалов, хотя на самом деле из-за жалобы, поданной в прокуратуру жителям Солигорска Дмитрием Соловьем по факту нарушения порядка проведения слушаний, райисполком процедуру вначале отменил, а затем немного перенес по срокам. Так что 25 февраля обсуждение проекта все-таки состоялось. А тем временем православные не сидят на месте и планируют в том же Солигорске еще одну стройку. На сей раз внимание служителей культа привлекла еще одна зона отдыха – Ковалева-Лоза. Именно там с целью повышения духовного развития и воспитания жителей и гостей города белорусская православная церковь захотела построить деревянный храм святой великомученицы Варвары с молельным залом на 180 человек, церковным магазином и уже хорошо знакомой автостоянкой на 20 машиномест. Общая площадь застройки – 369 квадратных метров. Любопытно, что именно на месте будущей стройки в зоне отдыха Ковалева-Лоза в конце 2015 года произошел пожар, в результате которого пострадала сцена старого летнего амфитеатра, который планировал сдемонтировать еще с 2012 года. Ныне участок подстройки уже зачищен вместе со сгоревшим амфитеатром. И свято место действительно пусто не бывает. С учетом реалий, местные жители не без оснований полагали, что освободившееся под застройку пространство займет коммерческое жилье, однако здесь, как оказалось, не обошлось без участия белорусской православной церкви. И это при том, что в настоящее время в Солигорске еще с 1994 года и по инициативе местного райисполкома ведется строительство Христорождественского храма, а деньги на стройку уже несколько лет подряд собирают буквально всем миром. Средства поступают от предприятий, населения и прочих спонсоров в добровольно-принудительном порядке. Для завершения строительства храма Монстра, как его называют местные, даже по самым скромным подсчетам нужно не менее 50 миллиардов рублей. В условиях кризиса сумма для такого объекта практически неподъемная. Сейчас долг перед строителями, которые возводят Христорождественский храм, достиг 8 миллиардов, из-за чего долгострой может быть попросту заморожен на неопределенный срок. Несмотря на все финансовые трудности с возведением крупной торговой точки в самом центре Солигорска, православным, вернее, правильно будет сказать, священникам Белорусской Православной Церкви, все равно понадобилось строить в городе еще два новых храма. Но в самом деле, разве может батюшка питаться одним лишь святым духом? В 8 утра 1 апреля, в день памяти святой праведной княгини Софии, Слуцк пришел в движение. От Свято-Михайловского собора к центральной площади города и далее к Софийскому монастырю двинулся крестный ход. Возглавил крестное шествие епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. В его руках можно было увидеть святыню, которая и стала причиной столь массового для раннего часа шествия. Святая София с нами, ее мощи благословляют эту землю. Эта стопа ходила по этой благословенной земле. И сегодня ее стопа возвращается в этот город для того, чтобы укрепить нас, сплотить нас и благословить нас. В далеком 1930 году, когда в Слуцке, древнем православном центре Беларуси, были разрушены и закрыты все храмы и монастыри, мощи святой были перенесены в Минск, где еще теплилась церковная жизнь. Ныне они хранятся в Свято-Духовом кафедральном соборе белорусской столицы. Но естественным образом, без человеческого вмешательства, одна из стоп святой отделилась. Святой сенот Белорусской православной церкви принял решение перенести ее в Слуцк. Благодать такая огромная, что невозможно вместить столько радости, столько любви, что в наш город пришла стопочка святой праведной Софии Слуцкой, наша предстательница, защитница города Слуцка и всего мира радости и утверждения.